вот вам не кажется что если мы говорим про заветы и про набор грехов что вы знаете существует такое слово update что надо обновлять что вот этот набор немножечко старел ну как-то его нужно дополнить то есть что-то убрать что-то дополнить или вот допустим мне кажется что сейчас совершенно не актуально современным современных условиях там вот идея прелюбодеяния что не прелюбодействие потому что сам институт брака очень размыт вы знаете что там существует там тезис такой продвигается что вообще надо брак от брака отказаться и есть люди которые говорят надо отказаться от брака это не актуально это не но если люди которые отказываются и от детей что дети это не актуально Причем это часто те же самые люди, да, отказываются. Но при этом эти люди же, они тоже верующие, по позиционированию многие из них. Здесь как-то вот одно с другим не сходится. Знаете, я не думаю, что надо что-то там убирать, что-то дополнять, потому что вот эти заповеди, да, это есть некие аксиомы. Никто же не пробует сейчас доказывать аксиомы. Их не надо доказывать, аксиомы. Поэтому, ну это, допустим, для нас с вами это аксиомы, а для тех людей, которые вот высказываются в пользу адаптации традиций под современные условия, как они это называют, для них это, видимо, не аксиома, я считаю. Вот как вы, допустим, относитесь к идее, ведь помимо православия, ведь существуют и другие конфессии, и, допустим, как вы относитесь к идее многоженства, который принимается в исламе? Вы не считаете, что в современных условиях, допустим, это было бы на самом деле выходом из положения для очень многих? Для многих это было бы проблематично. Ну, ну, не знаю, я бы не хотел обсуждать какие-то там преимущества или недостатки других религий по одной простой причине. Мое личное мнение, что Бог, конечно же, един. Просто, скажем так, каждый народ в силу своего менталитета, в силу своих традиций, он интерпретирует заповеди практически везде одинаковые. Все равно главное – это любовь, главное – это добро, и только это может не заставить, а дать тебе возможность жить вечно, но только в гармонии. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».